Вот бровка. Бровка и снега – временная мера. Ручьи в поселке Салмачи уже набирают силу. Юрий Дудин живет здесь пять лет и каждый год готовится к худшему. Гараж там низко, вот вся вода туда. Первыми большую воду встретят жители Советского и Приволжского района столицы. В зоне потопления 13 квадратных километров, а это почти 400 домов и 1200 жителей. Подобные объявления уже через несколько дней станут актуальными. Паводок в столицу придет в первую декаду апреля. Нокса, Казанка, Киндерка, Волга, Сухарька, озеро Чебокса – все они потенциально несут угрозу. На юге-востоке республики это река Ик. 65 километров протекает через Азнакайский район, а это больше 200 хозяйств. Айдар Абдулин опасается за скотину. Повыше места, скот там стоит. И эти, корма тоже, где повыше туда. В Казани паводок связан и с работой ливневок. Прочищено 60% сетей. Одна из главных проблем – недостаток средств на их содержание. Мы продолжаем активно принимать бесхозные сети, которые исчисляются уже десятками километров. Промышленные предприятия отказались от содержания, банкротные предприятия. Но масса проблем сейчас не об этом речь. Требуется их прочистка. Это стоит немалых денег. В городе на борьбу с паводком выйдут круглосуточные аварийные бригады. Подготовлена спецтехника. Спасатели и волонтеры уже сейчас работают в частном секторе. Помогают одиноким и инвалидам. В Нижнекамске готовятся к самому плохому сценарию – прорыву дамбы. Построено еще в 80-х. Там до сих пор не было капремонта. Может затопить более 40 тысяч садовых участков. На реконструкцию нужно почти 800 миллионов рублей. Источника финансирования пока нет. В набережных Челнах сегодня проверяли систему оповещения. Сирены установлены на крышах жилых зданий и крупных организаций города. Радиус Ревуна рассчитывается по его мощности и дается нам для установки от МЧС. В Казани 35 речевых установок. Но этого недостаточно. Жилые массивы, малые клыки, сухая река, Дружба, Сарицына, система оповещения, не оборудование. Где терены не установлены, оповещать об опасности людей будут с помощью патрульных машин с громкоговорящими установками и СМС-сообщениями. Анна Городнова, Фуат Гасин, Булат Шифигулин, Ильшат Мухаммедов, Елена Камалова, ТНВ, Казань, Набережная Челны, Ознакаевский район.